Привет, друзья! Это вторая часть выпуска Космосправочной, видео в котором я, Павел Поцелуев, и он, Василий Кондрашкин, отвечаем на вопросы зрителей и подписчиков, так что если вы не смотрели первую часть, лучше сперва обратитесь к ней. Ссылка будет по всплывающей подсказке вверху и в описании под видео. Ещё раз напоминаю, что свой вопрос вы можете задать в комментариях под хэштегом «Вопрос», и что не стоит обижаться или расстраиваться, если мы вдруг пропустим вашу интересную тему. Вас очень-очень много, нас очень-очень мало, и иначе, увы, это пока не работает. Ну а теперь к вопросам. Как поживает Blue Origin? Давно не слышал новостей про них. Космическая компания Джеффа Безоса разворачивает производство метановых двигателей BE-4, которые будут использоваться как на первой ступени собственной ракеты New Glenn, так и на первой ступени ракеты Vulcan компании ULA. Для New Glenn строится завод недалеко от стартового комплекса LC-36 во Флориде, на котором тоже ведутся активные работы. Идёт работа над водородным двигателем BE-7 для беспилотного посадочного лунного модуля Blue Moon. В Калифорнии на территории военной базы Эдвардс будет построен испытательный стенд для BE-7. И на стадии проектирования находится проект пилотируемого лунного модуля, который будет доставлять людей как на поверхность нашего естественного спутника, так и на его орбиту. К последнему проекту присоединились Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Предварительные результаты должны быть известны в феврале 2021 года. Темпы работ, конечно же, не сравнить со SpaceX, но мы не теряем надежду. На какой минимальной высоте могут летать зонды над Луной? Почему нет аппаратов, пролетающих так низко, чтобы поднималась пыль для её дальнейшего изучения? Высота хотя бы участка орбиты в один километр – это мало. Потому что на Луне есть горы, самая высокая – пик Гюйгенса высотой 4,7 километров, а ещё на нашем естественном спутнике есть гравитационные аномалии, вызванные тяжёлыми объектами, находящимися под её поверхностью. Они изменяют траекторию низколетящего аппарата и в результате он через небольшое количество витков врежется в поверхность. Хотя надо признать, что существуют четыре орбиты с наклонениями, которые вы сейчас видите на экране. Их открыли в 2001 году, и на них любые объекты могут находиться много лет. Но для изучения всей поверхности Луны нет смысла летать по орбите с неизменным наклонением. Так что гипотетический аппарат должен обладать мощным вычислительным комплексом и двигательной установкой с большим запасом топлива, чтобы заранее производить манёвры. Напомним, что для изменения высоты орбиты в заданной точке нужно зажечь двигатель в противоположный. Плюс чем ниже летает аппарат, тем быстрее он движется относительно поверхности Луны. Так что фотоаппаратура тоже должна обладать очень высоким быстродействием, иначе все изображения будут смазанными. Поэтому по совокупности всех факторов для ЛРО была выбрана орбита 165 на 20 километров. Он неплохо рассказал нам о поверхности Луны, дальше все самое интересное ждет нас под поверхностью. Пора высаживаться и бурить. Как МКС удается всегда быть повернутой к Земле одной и той же стороной? Ведь если представить систему, где Земля неподвижной находится в центре, а станция вращается вокруг неё, и посмотреть на систему сверху, то по идее МКС не должна вращаться вокруг своей оси, в результате чего постепенно каждая из её сторон окажется обращена к планете. Получается, что станции, уже будучи в космосе, придали вращение таким образом, чтобы она всегда была одной стороной к Земле? Да, вы полностью правы. Здесь на самом деле всё очень просто. МКС, по сути, находится в приливном захвате Земли. Причём такое положение было задано единожды при выводе станции на орбиту, и с тех пор оно не менялось. Одного рассчитанного импульса было достаточно для того, чтобы МКС продолжала вращаться благодаря сохранению момента импульса в соответствии с первым законом движения Ньютона. Привет от группы быстрого реагирования Альфа. Вы недавно рассказывали о OneWeb и её банкротстве. Что они успели сделать? Какой вклад внесли в отрасль? Привет нашей группе быстрого реагирования. OneWeb сыграли важную популяризаторскую роль, успели застолбить себе место на орбите и запустить тестовые аппараты. Я понимаю, что вопрос был задан очень задолго до выхода этого выпуска, но в недавнем дайджесте мы рассказывали о том, что OneWeb подала новую заявку на увеличение спутниковой группировки. Скорее всего, этот манёвр необходим, чтобы поднять стоимость компании. Каково сейчас людям на МКС во время всемирной пандемии? Людям вполне себе нормально. Все космонавты и астронавты перед полётом всегда проводят время на карантине, поэтому кроме, пожалуй, грусти за происходящее на Земле и беспокойства за родных, вряд ли пандемия каким-то образом затронула представителей нашей планеты на околоземной орбите. Как остро обстоит проблема с космическим мусором на околоземной орбите и какие методы предлагаются по избавлению от него? Проблема пока недостаточно острая, чтобы паниковать и требовать принятия срочных мер. Космический мусор на околоземной орбите отслеживается системами теперь уже космических войск США, им известен каждый объект на орбите диаметром более 10 сантиметров, а в каталоге содержится почти 50 тысяч записей о таких обломках и о работающих аппаратах. Серьёзные угрозы пока не возникали, особенно на низкой околоземной орбите, где неуправляемый мусор быстро теряет высоту и сгорает при входе в плотные слои атмосферы. Из интересных решений предлагается использовать небольшие спутники-паразиты, которые будут цепляться к мусору и контролируемо сводить его с орбиты. Возможно использование спутников-охотников, которые будут захватывать необходимые объекты при помощи сети вроде рыбацкой, поэтому направления даже полноценные тесты на орбите уже проводились. Способы борьбы с мелкими обломками пока разрабатываются, но они не представляют такой опасности как более крупный мусор. Ещё есть идея лазером со спутника-охотника облучать космический мусор испаряя часть вещества и таким образом понижать орбиту объекта, отнесённого к мусору. При этом даже не обязательно, чтобы наклонения орбит спутника-охотника и мусора идеально совпадали, ведь будет достаточно относительно коротких импульсов, а остальную работу сделает земная атмосфера. Какие ноутбуки и операционные системы на МКС и почему именно они? На МКС, как и на любой другой работе, используются обычные ноутбуки коммерческих производителей. Изначально планировалось, что космонавты и астронавты будут работать на специальных встроенных в станцию консолях, но рост портативной техники быстро похоронил эту идею. Поэтому для выполнения повседневных задач используются лэптопы различных компаний на Unix-подобных системах и на Microsoft Windows. Также астронавты неоднократно были замечены за использованием планшетов производства Apple или других компаний под Android. Важно понимать, что эти ноутбуки не используются для управления станцией. Они подключены к отдельным испытательным системам для проведения экспериментов, для, например, связи, но этим их задачи и ограничены. Два компьютера, управляющие станцией со стороны российского сегмента, работают на проприетарной OS VX Works. Американская часть станции управляется пятью-десятью компьютерами без операционной системы при помощи комбинаций команд, написанных на языке ада. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас почитать статью о том, какие языки программирования используются сейчас в космонавтике на нашем сайте. Ссылка будет в описании. Какой диапазон частот у гравитационных волн теоретический и какой наблюдается на современном уровне? В общем, спектр гравитационных волн ниже, чем у электромагнитных. Он ограничивается парой сотен тысяч Гц, что гораздо меньше, чем у рентгеновского излучения от 10 в 16 степени Гц. Так что длина гравитационной волны тоже колеблется от сотен километров до масштабов, уловимых разве что на уровне планетарной системы или даже отдельной галактики. Современные интерферометры способны обнаруживать гравитационные волны в диапазоне от нескольких десятков Гц до нескольких килогерц. При этом стоит понимать, что, например, гравитационные волны, испущенные в ранней Вселенной, могли оставить отпечаток на космическом микроволновом фоне или реликтовом излучении. Этот сигнал должен быть уловим в диапазоне частот гравитационных волн 10 в минус 15, 10 в минус 17 Гц. Длины волн, связанных с этими чрезвычайно низкими частотами, должны быть масштабов самой Вселенной, и их обнаружение нам пока не светит. Как можно не любить такой замечательный канал, ставя под отличные ролики дизлайки? Вот и мы не знаем, так что давайте подписывайтесь там, в колокольчики бейте, лайков нам отсыпайте. Имеет ли смысл расширять систему телескопов дальше Земли? В выпуске вы сказали, что человечество будет расширять систему радиотелескопов для фотографирования черных дыр и прочего. Но можно, например, каждой планете Солнечной системы представить по орбитальному радиотелескопу. Есть ли в таком проекте смысл? Представлять орбитальные радиотелескопы есть смысл, только если нас интересуют аппараты именно на определенных орбитах внутри Солнечной системы. Если говорить о масштабе даже нашей галактики, не говоря о Вселенной, то что телескоп около Меркурия, что около Плутона, разница в наблюдениях будет не особо большая. Имеет смысл повышать размеры виртуального приёмника телескопа, как, например, делают в упомянутом вами проекте телескопа горизонта событий, когда сразу несколько обсерваторий объединяют свои усилия. И, грубо говоря, размер апертуры равен максимальному расстоянию между ними. Но при этом не забывайте, что данных от этих обсерваторий настолько много, что доставлять их самолётами и грузовиками получается быстрее, чем при помощи интернета. А чем дальше от Земли мы запускаем потенциальный телескоп, тем больше сложностей возникает со связью, задержкой сигнала, скоростью передачи. Поэтому идеальные телескопы того типа, о котором вы спрашиваете, те, что находятся где-то недалеко от Земли, на большом расстоянии друг от друга. Какова вероятность, что Венера ранее была аналогична Земле по климатическим условиям? Есть ли теория о том, что раньше на Венере существовала жизнь? Но из-за парникового эффекта вся жизнь и любые её признаки были стёрты с поверхности? Это вообще возможно, чтобы такой атмосферой, как у Венеры, стереть с лица планеты любые следы жизни, которые существовали миллиард лет назад? В том числе и строения типа пирамид и сфинксов со стонхеджами. Согласно последним исследованиям, три миллиарда лет назад на Венере действительно могли быть условия, пригодные для существования воды в жидком виде. Но здесь важно понимать, что все такие выводы сделаны на основании симуляций процессов и условий за те самые три миллиарда лет. Короче, у исследователей тогда получилось, что где-то семьсот миллионов лет назад на Венере внезапно что-то произошло, предположительно вулканическая активность, из-за чего поверхность перестала поглощать углекислый газ. Тот стал собираться в атмосфере и запустил парниковый эффект. Что касается следов жизни, да, условия на Венере могли стереть следы жизни с поверхности, но если она существовала там достаточно долго, то обязательно что-то должно остаться под этой поверхностью. Однако с текущим уровнем понимания процессов в Солнечной системе и доступным набором инструментов ничего конкретного мы утверждать не можем. Если Марс сейчас находится на самом краю обитаемой зоны, то в прошлом он вообще был за пределами этой зоны. Плюс Солнце от начала формирования было менее активно. В то же время астрономы говорят, что на Марсе практически со стопроцентной вероятностью раньше была жидкая вода в виде рек и даже океанов. Каким образом она там могла существовать, если в прошлом Марс получал гораздо меньше тепла от Солнца для того, чтобы вода могла быть там на нём в жидком виде. Вы забываете о парниковом эффекте, который мы только что обсуждали в контексте Венеры. Плотной атмосферы может быть достаточно для сохранения тепла, при котором атмосфера будет содержать воду в жидком виде. Проблемой же конкретно Марса является то, что на максимальном удалении от Солнца он, по последним представлениям, временно выходит за пределы зоны златовласки нашей звезды. Но даже если бы он находился на подходящей дистанции, всё равно вопрос наличия атмосферы оставался бы крайне важным. Скорее всего причиной потери атмосферы Марса стала низкая гравитация, из-за которой его магнитное поле постоянно слабело, а из-за этого атмосфера постоянно сдувалась солнечным ветром. Поэтому существование жидкой воды на Марсе необходимо рассматривать в связке с условиями непосредственно над его поверхностью и, наоборот, глубоко под ней. Посоветуйте какую лучше прочитать книгу про космос? Ну, про космос это вы очень размыто спросили, у нас на сайте есть публикация со списком литературы на различные космические темы, от космонавтики до астрофизики. Ссылка, конечно, будет в описании, но глобально посоветую то, что заслуженно популярно. Стивена Хокинга, например, краткая история времени. Почему мы обнаруживаем гравитационные волны при слиянии черных дыр? Ведь согласно общей теории относительности, при сближении горизонтов событий черных дыр время замедляется до бесконечности для нас, наблюдателей. Давайте посмотрим на гравитационно-волновой сигнал и разделим его на три части. Первая — начало излучения гравитационных волн, когда два компактных объекта начинают довольно близко вращаться вокруг общего центра. Вторая часть — это начало слияния. В случае двух черных дыр горизонты событий на этом этапе пересеклись лишь частично. И третья часть, в ходе которой завершается слияние горизонтов событий, и сигнал утихает. До вопроса гравитационного замедления времени на этом графике мы не доходим, так как из-за конечной чувствительности наших детекторов теряем сигнал ещё до того, как этот удивительный эффект хоть как-нибудь себя проявит. Расскажите, какие успехи уже достиг спектр РГ. Очень сильно интересуют его собранные данные, плюс когда запустят Джеймс Уэбб вместе, они создадут невероятную многоканальную картину неба. Ну, у телескопов всё же немного разное назначение и спектра обзора. Спектр Рентген-гамма работает в очевидном по названию диапазоне, а телескоп Уэбба будет наблюдать небо в видимом и инфракрасном диапазонах. Основное отличие спектра РГ в том, что он снимает не точечно, а в ближайшие несколько лет будет работать в режиме обзора. Примерно за полтора года работы он составляет полную рентгеновскую карту неба, то есть за время миссии должен составить восемь таких очень точных карт. Буквально на днях спектр РГ завершил работу над первым обзором неба. Всего же за время миссии он составит восемь подробных карт и получит данные практически обо всех существующих во вселенной рентгеновских источниках. Большинство рентгеновских источников мы видим впервые, – каждый из них может оказаться квазаром, нейтронной звездой или чёрной дырой. Природа каждого будет уточняться учёными, что даёт материал для исследований на годы вперёд. Если вдруг у меня в руках окажется чёрная дыра радиусом семь сантиметров, успеет ли она засосать всю планету в себя, прежде чем испариться? Для такого радиуса масса чёрной дыры должна составлять около восьми земных масс. Гравитация такого объекта превысит земную в 65 квадриллионов, 462 триллиона, 516 миллиардов, 232 миллиона, 557 тысяч, 764 раза. Земля сможет сбежать от такого объекта только если будет двигаться со скоростью в 95% от скорости света на расстоянии более семи с небольшим сантиметров, т.е. дальше, чем горизонт событий. Такая чёрная дыра до излучения собственной массы должна просуществовать где-то 1,9 на 10 в 53 степени лет. И за это время с Землёй она вполне способна будет справиться. Согласно современным моделям, радиус горизонта событий чёрной дыры, образовавшейся естественным путём, должен быть чуть больше семи километров. Так что семисантиметровая чёрная дыра может быть только искусственного происхождения. Если знакомые инопланетяне собираются вам сделать такой подарок, откажитесь, пожалуйста. Всё же человечество ещё не до конца раскрыло свой потенциал. Стоит дать ему шанс. Как метеороиды выбиваются с поверхности планет в открытый космос? Тут ведь хватает столкновения с другим объектом, энергии которого будет достаточно для придания обломкам второй космической скорости. Если у планеты очень тонкая атмосфера, то такой сценарий вполне возможен при падении, например, метеорита. На железе заканчивается выделение энергии термоядерной реакции, и звезда коллапсирует. Как тогда получаются более тяжёлые элементы, откуда берётся энергия для их создания? Ой, ну тут всё проще, чем могло показаться. Синтез таких элементов происходит не во время термоядерных реакций, а во время нейтронного захвата. Быстрый нейтронный захват происходит в звёздах, которые вот-вот взорвутся, а также в первое мгновение самого взрыва сверхновых. Именно поэтому сверхновые называют кузницами тяжёлых элементов. Это взрывной синтез, который происходит в энергетически экстремальных условиях. К слову, больше всего тяжёлых элементов образуется при столкновении двух нейтронных звёзд. Его ещё называют килоновой. А вот медленный нейтронный захват может происходить и в недрах обычных, горячих звёзд. Правда, при этом они должны быть достаточно плотными. Я, честно, не очень хочу сейчас подробно рассказывать об этих процессах, но это неплохая тема для отдельного видео. Как бы странно это ни звучало, для поверхностного понимания здесь будет достаточно даже статьи на Википедии. Ищите по ключевым словам нейтронный захват. Пожалуй, это все ответы, которые мы составили для вас в июне. Хотим сказать спасибо нашим спонсорам и патронам, людям, благодаря которым у команды есть время заниматься подобными выпусками. Поддержать проект вы всегда можете по ссылкам из закреплённого комментария. Не забывайте, что вопросы в комментах следует задавать с хэштегом вопрос. И что мы очень стараемся, но физически не можем ответить всем. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok